История конкурса берет початок в 2008 году. Тогда творчество с поборництва объединило студентские вокально-инструментальные ансамбли. Простые годы музычные страсти стихли, конкурс перестал исновать. И вот сейчас у неколи архивный проект вдохнули новое жизнь. Сурский шляхер. За этой назвой, на думку организаторов, стоят новые имены талиновитых артистов. Заявки подали больше 30 кавер-гуртов. Отбор прошли 26 с Гомеля, Гомельской в области, Могилёва и Минска. На пироде их чекает полфинал, который отбудется 25-го языковика в Хромадско-культурном центре. Музыканты повинны будут выполнять три песни. При этом эксперты, прожидая, не могут спинять их прямо в середине номера и запотребовать иншую композицию. Оргкомитетом уже принято решение о допуске групп. Мы тщательно отбирали для того, чтобы соответствовали неполностью положению, условиям конкурса. Ну и естественно мы оценивали профессиональное мастерство коллективов для того, чтобы статус конкурса не так же соответствовал. Старшиня жюри – дирижер эстрадно-симфоничных оркестра Гомельской областной филармонии Станислав Шныр. Разом с ним оценивать курты будет продюсер конкурса Анатолий Шелцов. И музыканты оркестра Михаила Финберга, больше из каких – заслуженные артисты Беларуси. Гомель, он славен вообще, в принципе, музыкантами живого направления. Вот Александр Иванов, да, это сын Виктора Иванова, нашего гомельского музыканта, который сегодня работает под началом Виктора Дробыша. Если мы возьмем, допустим, тяжелую музыку, то у нас в Беларуси есть три признанных лидера в этом формате. Это Годстауэр, ТТ-34 и Раста. Мы хотим теперь использовать такой же музыкальный потенциал только в направлении кавер. Крупка музычных баталий будет поставлена 26-го соковика. Выступить на финальном гала-концерте смогут только 10 гуртов. Тройка переможцев отримает у якости прыза сучасное музычное обсталевание. Ганна Ковалева, Валера Гапанько, ТЭЛЕ, РАДО, КАМПАНИЯ ГУМЕЛЬ.